Всем привет! Чтобы вырастить огромный урожай тыквы, не обязательно за ней ухаживать. И сегодня я расскажу о своем опыте выращивания тыкв, о том, как вырастить огромный урожай, не подкармливая, не поливая и не удобряя тыкву. Каждый год я выращиваю очень много различных сортов тыкв, но мои любимчики – это тыква сорта «Медовая» и «Титан». Почему именно эти сорта? Да потому что они не пахнут тыквой, нет вот этого неприятного тыквенного запаха. На вкус они очень сладкие и мякоть оранжевая, насыщенная. Из них получаются отличные и цукаты, и каша, и варенье, и что угодно. И хранятся эти тыквы вплоть до нового урожая. Например, сорт «Медовая». Эта тыква растет достаточно крупной, до 15 кг. А сорт «Титан» – это вообще огромная тыква, может вырастать более 100 кг. Но мой личный рекорд пока что – это 80 кг. В этом году постараюсь его побить. Хочу сразу сказать, что за своими тыквами я практически никак не ухаживаю. Они у меня растут спокойно, все лето сами растут, сами плодоносят, а осенью мне остается только собрать хороший урожай. Самый главный секрет, почему у меня так происходит – это посадка. Ведь свои тыквы я высаживаю в компостные кучи. Весной беру компостную кучу, разрыхляю, разворачиваю, и вот в эту рыхлую почву, в перепревший компост, высаживаю семена. Семена быстро всходят, потому что в компостной куче тепло, и быстро идут в рост, потому что в компосте есть все необходимое для их роста и развития питание. Тыквы растут, расплетаются и обильно плодоносят. Что касается остальных процедур, например, посынкование. Посынкование я практически не выполняю. Тыквы у меня растут с самопасом. Плоды формируются и на основных плетьях, и на боковых плетьях, и до осени все отлично вызревает и вырастает. Посынкование выполняю только для одного сорта, для сорта титан, потому что мне хочется вырастить огромные плоды. Поэтому, когда уже плоды завязываются, удаляю все боковые плети, и на основной плети оставляю только один самый хорошо развитый плод, а остальные плоды также удаляю. Затем я прищипываю основную плеть, удаляю точку роста, отчитываю от плода примерно 5 листьев и обрезаю плеть. В итоге всепитательные вещества идут в саму тыкву и формируется крупный плод. Тыквы, как и их родственная культура, например, те же огурцы, могут поражаться различными заболеваниями, и самое опасное из них – это перроноспороз. На листьях появляются желтенькие пятнышки, затем усыхающие пятна, листья желтеют, усыхают, и урожай может пострадать. Поэтому профилактические обработки все же проводить нужно. Хотя в компосте питания достаточно, тыквы полноценно развиваются, листья зеленые, их, естественно, иммунитет очень сильный, но все же перроноспороз да и другие заболевания могут на тыкву нападать. Поэтому раз в две недели я обрабатываю тыкву по листу сенной палочкой, использую наши профитовские биопрепараты для обработки, развожу их по инструкции, например, использую вот этот жидкий биопрепарат 100 мл на 10 л воды и обрабатываю по листу. И тыквы у меня всегда здоровые, без каких-либо признаков заболеваний. Еще один важный момент – плоды тыквы могут загнивать от земли, когда идут дожди. Поэтому, когда уже сформировались небольшие тыковки, не поленитесь и подложите под них досточки, может быть, куски шифера, либо пенопласта, чтобы плод лежал не на земли, он должен находиться в сухости. Тогда к осени этот плод хорошо вызреет, не сгниет и будет отлично храниться. Похожим способом я выращиваю и арбузы. Например, в прошлом году я посынковал арбузы, удалял все лишние плети, формировал их, оставлял там по одному плоду на плете, а в этом году решил провести эксперимент и не посынковал арбузы. И скажу так, что результат практически такой же, как и в прошлом году. На плетях сформировалось немножко больше урожая, немного больше самих арбузов. Например, там по два, по три. Но они чуть меньше по размеру. Но ничего в этом страшного нет. Мне не обязательно выращивать огромные арбузы по пять килограмм. Достаточно, чтобы они выросли по два-три килограмма. Главное, чтобы они созрели. И вот в конце июля я уже сорвал первый зрелый арбуз. Сорт назывался бедуин. Он созрел раньше других. Хотя у меня были и более ранние сорта. Например, тот же сахарный малыш. Но почему-то бедуин созрел раньше. А сахарный малыш еще зеленый. Хотя уже плоды достаточно большие, примерно по три килограмма. Но хвостики еще не засохли. А арбуз созревает, когда уже хвостик засох. Вот тогда его нужно и срывать. И он в этом случае созреет. Получается очень сладким, сочным, ароматным. Поэтому вот такой вот опыт у меня сложился в этом году. И вовсе арбузы, как оказывается, не обязательно посынковать. Как видите, вырастить тыквы и арбузы достаточно легко. Это не отнимает много времени и сил, потому что уход за ними крайне минимальный. Советую и вам выращивать арбузы и тыквы таким же способом. И вы будете собирать отличный урожай. Спасибо за внимание и до новых встреч!